Модный старт. На одном подиуме продемонстрировали свои модели одежды сразу 8 каргандинских дизайнеров. Художники черпают вдохновение от своих зарубежных коллег из национальных традиций и даже собственных снов. Анисия Белого побывала на показе. Модный старт у Вить Гупи. Так назывался показ коллекции, который призван помочь начинающим дизайнерам повысить узнаваемость их брендов и способствовать продаже вещей. Марина Зорина интересуется развитием отечественной моды. Она отмечает, что подобных мероприятий, от которых бренд получил бы прибыль, в Казахстане еще нет. В течение двух лет мы мониторили рынок фэшн-индустрии по Казахстану. Съездили очень много мероприятий и пришли к выводу, что все показы дают людям только сертификаты для тех, кто создает свои имена. А что дальше? Люди должны продавать свои коллекции и должны находить себе потенциальных клиентов. Фэшн-бизнес набирает оборудование среди молодых дизайнеров и рукодельниц. Яркий дуэт Софи и Таты Гавриленко рисует фэшн-образ европейского стиля для азиатских девушек. Мы его можем надеть как платье, но в то же время после этого мы можем надеть как кардиган. Девушки только начинают свой модный путь. Это их первая практика на подиуме. Впереди собственная презентация и запуск реализации моделей одежды. Хотелось бы во всем этом передать именно моду более зарубежную, то есть Европу. Хотелось бы ввести людей в те стили, которых здесь нет. После показа выставка продажа восьми карагандинских модельеров открылась в универмаге отечественных товаров. На вешалках коллекции Ирины Нечаевой «Мелодия души», концептуальные вещи и украшения ручной работы. Анисия Билова, Данил Тарасов, Данил Заславский, 5 канал.